Друзья, если вы любите рубрику «Мыслить как подписчик», будет очень здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, напишите любой комментарий, все комментарии я лайкаю. Факты по рубрике берут перерыв буквально на два выпуска, и потом они вернутся. Не скучайте, все скоро будет. Отборочный продолжается, и сегодня в 21.45 Словакия-Россия. И завтра в это же время тоже очень крутой матч между Украиной и Казахстаном. Думаю, многие из вас будут смотреть этот матч. Ну а смотреть любой футбольный матч лучше с моими друзьями Бэтвинер. Лучшие коэффициенты, быстрые выплаты, регистрация в один клик и надежность. Ну и, конечно же, супер приятный бонус – это промо-код FLOYMD, который дает при регистрации вам до 25 тысяч рублей. Вся необходимая информация в закрепленном комментарии. Переходим, регистрируемся, смотрим футбол и побеждаем. Сейчас я буду записывать мысль как подписчика и просто не чаю, перееду. I told you. Всем привет, вы попали на канал FLOYMD Group. А я райзен ха-ха. Я райзен ха-ха, а ты не чай. Все вагван, пацаны. Я на чемоданах, через 3 минуты выезжаю. Это программа «Мыслить как подписчик». Мы будем очень стараться залезть к вам в головы и обанкротить ваши бэнк-аккаунты. Пишется у меня парень. Все пишется. Пишется, да, мистер? Прием, прием. Все пишется. Артем Нечаев совсем недавно принимал участие в «Мыслить как подписчик» против Фидоса. Это был 13-й раз, когда он участвует в «Мыслить как подписчик». Лучший результат – 48 по-прежнему против Блата. Худший – 28 против Сани Фифа. 4 победы, 2 нищие, 7 поражений. И да, не совсем скоро встретится с Германом. Райзен всего один раз принимал участие в «Мыслить как подписчик» против Акула. Их игра завершилась со счетом 36-30 в пользу Акула. Соответственно, статистика у Райзена 0-1. Ну что, я слышал, Райзен агрессивно настроен. Я буду брать противоположные реакции на него. Буду максимально мил. Я сегодня как воздушный пористый шоколад. Поэтому просто буду дружелюбен. Но в моей дружелюбности скрывается нож. Хорошей игры? Давайте и вам. Давай. Раз, два, три. Я выиграл. Ты выиграл. Давай, ты первый. Почему папа ушел за хлебом и не вернулся? Ставка на НБА не зашла. Ну, да, я расстроился. А это предлагать варианты надо? Да. Ты забыл, ты играл с Сакулом. А, все, он напился. Он ушел за хлебом и не вернулся. Почему? Жена надоела. Разлюбил. Надоела семья. Он умер. Легчайше. Знаешь, у тебя кровожадные подписчики. Ушел за хлебом и умер. И умер, да. Ну, в России живем. Забыл дорогу домой. Потому что пошел играть в футбол. Замкал. Замкал. Не было хлеба. Ищет до сих пор. Пошел смотреть футбол. Так он уже ушел играть в футбол, по твоему мнению. А, да. Я просто думал, это футбольный, типа, комьюнити мою тут про футбол. Пошел за хлебом и не вернулся. И мы четыре угадали. Пошел на войну. В прорубь провалился. Менты забрали. Машина сбила. Логично. Я всегда впереди. Самое необычное место, где ты спал. Вокзал. На асфальте. Если это мысли, как подписчик от Денчика, то, скорее всего, они сказали в туалете. В школе. На улице. В самолете. Кровать. На пальме. В палатке. На санках. В метро. Ты что, рофлишь, Денчик, что это за вопросы? Это программа «Не мыслить, как подписчик», похоже. Давай мы сейчас месяц посидим. Давай первую букву. Ну ладно, в морге. Библиотека. Больница. В кафе. Кино. Сколько? Один ему? Хороший. На футболе. Во время фехтования. Да, это бывает. Херак-херак. Фехтуешь и заснул, блядь. К третьему раунду, капец. Бывает. Причем мы самым популярным еще вообще не ответили. Самое необычное место, где я спал. В сугробе. В гамаке. В листве. На сене. На песке, на пляже. Ну, в букмекерской конторе. В машине. В гиринтвагене. В клубе, блядь. В клубе. Сука. Благодарю. В аквапарке. В ванной. В душе. В бане. Да подожди ты. В воде просто. В море. На матрасе. В гамаке. В помойке. В фитнес-центре. Игра наоборот. Давай наоборот. В чем не разбираются парни. В цветах. Вау. В сексе. В любви. В косметике. В машинах. Ты что? Ты понял, как надо играть? В одежде. Ну, в стиле, типа, в одежде. В еге. А, кстати, цветы ты сказал. Это цветы или цвета? Цветы. Я сказал цветы. Цвета. Цвета у меня уже был. Зеленый, красный. Ну, мне кажется, он принял как цвета, да? Ты что, блядь? Я сказал цветы. Вы что, вообще, блядь, наркоманы, бля, московцы? Я тоже понял цвета, да. А цветах как? Сам ты наркоман. А в каком плане цвета? Ну, типа, бирюзовый. А мы все такие, ну, это зеленый. А девчонки там, бирюзовый, мятный, пурпурный, сиреневый. Из-за этого милый? Не, я думал, там лилии, гортензии, блин, розочки. В мужиках. Ого, пять, да? Пауло Трибало. В юморе. Ну, на всякий стрель, он в прошлый раз было просто. В женщинах? В материнском инстинкте. Он тебя накидывает, чтобы ты чуть-чуть дошел. В детях. Понятно. Я же выигрывал на каком-то этапе. Все, давай, там, игра, суперигра. Раз, два, три. Что родители прячут от детей? Деньги. Что обычно делает медведь? Шишки собирает. Утром я всегда? Моюсь. Орех? Грецкий. Страна на букву Б? Беларусь. О, хорошо. Тём, ты комфортно себя абсолютно чувствуешь. Идешь, возможно, на новый рекорд. Что родители прячут от детей? Алкоголь. Что обычно делает медведь? Спит. Утром я всегда? Ем. Орех? Что орех? Орех кедровый. Страна на букву Б? Боливия. Ой, я тоже Боливия с вами пришла. Все? Да. Что у тебя там на Б? Бразилия? Беларусь. Что родители прячут от детей? Ты что сказал? Деньги. 5 баллов сладости. Войду, порно будет. 4 порно. 3 таблетки. 2 алкоголь. Еее. 1 деньги. Что обычно делает медведь? Ты что сказал? Шишки собирает. 5 баллов ест. Пяу. 4 спит. А, ближай, я сказал что. Ты сказал спит. А, что я радуюсь за пятерку? 3 охотится. 2 рычит. 1 купается. Утром я всегда. Что ты утром всегда спил? Артем, боюсь. 5 баллов сплю. Логично. 4 просыпаюсь. 3 иду в школу. 2 завтракаю. О! И 1 чищу зубы, принимаю водные процедуры. Орех. 5 баллов грецкий. Блин, он мне говорит орех. Я говорю, что? Он говорит, ну орех. 5 баллов арахис. 4 балла грецкий. Нормально. 3 фисташка. 2 кедровый. Еееее. 1 кешью. И последняя страна на букву Б. 5 баллов Бразилия. 4 Беларусь. 3 Бельгия. 2 Боливия. И 1 Болгария. Я Беларусь назвал. Я выиграл. Потому что выигрывает тот, кто в последнем, получается, занял больше очков. Ну, больше очков. Точно. Я забыл про это правило. Первый, а второй. Меня обсчитали. Ты куда повесил? Трамп. Байден, крыса. Верни голоса. Все, опять я проиграл. Денчик, а можно меня звать матчапы, где я вообще имею шансы на победу? Матча ты сказал? Матчапы, блин. Ты не за то, что с видосом сидишь такие вещи? Ты когда-нибудь пробовал матчу? Да. Не думал, что это матча. Всем спасибо. Очень приятно было провести с Райзеном этот батл. С приятным человеком, да. Он, видите, представил черный цвет. Я сегодня белый. Да. Любимый цвет, кстати, Стас. Он так написал в школьной анкете. Если вы не видели, уже вышло на канале Нечай. Он там рассказывает, почему поссорился с Райзеном и почему с ним помирился. Да, уже вышло? Да. Вот такие вот дела. Ну и, естественно, подписывайтесь на Денчиков Ломастеров за ту статистику, которую он собирает. Отдельный респект. Денчик. Любим, ценим, уважаем. Пока. Богдан.